серия 4 покажи пожалуй сразу вид видно там приблизить можно если обладаешь способностями оператора а не только характером короче план на сегодня такой сейчас идем искать карго то которым воспользуемся на самом деле теоретически я уже определился какая компания это будет но в силу каких-то непонятных для мне обстоятельств он на связь не выходит этот человек которому я писал сейчас дойдем в интернете адрес нашли и перепад покажем в стамбуле как улице устроены видно там нет сейчас короче доходим до карга если все нормально берем номер и надо уже что-то купить покажем вам отчасти изнанку Турции покажем вам отчасти изнанку Турции лалали лалали по кругу покажи район если не ошибаюсь но фатих если это что-то вам говорит вот нашли мы карго пока сказать нечего о них потому что тех людей которые непосредственно заказом занимаются и отправка их не было они здесь сейчас некий форум проводит в Турции поэтому временно заменяющий сотрудник там был он так в принципе объяснил основной смысл как это все работает так как личного опыта нет вот выдал такого рода визитки присвоил нам клиентский номер не буду показывать какой какая компания пока нечего о ней рассказать ну либо личном сообщении спрашивайте на него пишут клиентский номер и с этой визиткой идешь закупаешь составляешь визитку и магазин если достаточно достаточно объема не одна там какая-то не один маленький пакетик а в магазин сам карго доставляет вот после того как все покупки совершаешь приходишь карго обговариваешь уже условия отправки вот мы сейчас здесь есть второстепенная улица он сказал что мы мужскую одежду надо посмотреть больше на ней но на самом деле он нам сказал езжайте на рынок мертон что там выбора гораздо больше решили все таки сегодняшний день походить здесь вчера был и разъездах поэтому сейчас выйдем на трамвай на улицу по ней немного пройдемся вниз и обратно уже пойдем изучать необходимые магазины и бутики уже что-то будем покупать вот сегодня солнце погода просто огонь но прям жары сильно нету нет вот эта близость моря она конечно такую двойную роль несет двойную погодную роль несет наверное когда солнце это прекрасный бриз идет такой морской а вот сейчас смотри мото полицейский но вчера было интересно смотреть да дождь идет блин они тут температура практически минусовая вот на прям на грани 0 градусов а тут на этих на скутерах гоняют они страха нет пойдем посмотрим трамвай глазами проводим там пройдемся выпьем чаю кстати очень заходит чай турецкий и очень вкусный кофе может быть не везде но пока лично мне очень нравится упадем и как а и и и и и снимаешь ориентир мечеть такая будет там у нас вот это основная линия лалали проходит где трамвайные пути ходят и вот напротив этого напротив мечети на углу есть кафе тому вот я в обычной жизни вообще никакие сахара практически не можно сказать вообще не ем здесь с удовольствием выпил кофе с пирожным очень понравилось но есть один подвох просто люди не до конца понимаешь что ли взаимодействие со стамбулом с его внутренним миром то есть некоторые приходят и расплачиваются долларах доллара здесь есть свой курс и он зависит от обменника как он меняется от 1 1 обменника к другому и то же самое как расплачиваешься в кафе ты же не будешь ставить рассчитывать по какому курсу то есть если у тебя нет лир и ты пришел что-то наел и тебе выставляет что-то ты говоришь меня доллара они тебе выставляют что-то ты заплатишь только сколько они попросят и вот рядом с нами сидели банда русскоговорящих женщин и вот они потом в конце когда им принесли счет показали на телефоне счет который нужно оплатить они там по доллару собирали здесь там 2 доллара там 5 долларов ну пытались вывести средний чек кто сколько съел ну такая глуповата ситуация сразу говорю ценник там такой нормальный а куриц здесь почти все пойдем дальше дела складываются таким образом что часа наверно за три мы совершили всего лишь две покупки оба бутика которые в которых были произведены производил производился закуп они являются производителями своего товара то есть как это определить когда заходишь в магазин и там такой мульти брендованный магазин где там много всего есть отдельно одного бренда например брюки другого бренда куртки третьего бренда там шапки ну и все в таком разрезе то есть когда мульти брендованный магазин всего в изобилии вернее всего это крупный магазин в удачном месте расположены и в основном он перекуп перекупает товар и продает а есть вот магазины производителей в которых и они продают только свой бренд первый магазин в котором покупали трикотаж различные футболки там какие-то даже различные род что-то вроде толстовок как они продают сливы и всякие они все под одним брендом вернее них два бренда как нам объяснили в итоге разговора что отец и сын у отца свой бренд сын делает на более молодое поколение счет свой бренд он там крупную покупку совершили примерно полторы тысячи долларов и 2 вот здесь на углу магазин где-то тоже нам чуть за 1000 долларов но в 1000 долларов закупились джинсовой одеждой чуть-чуть брюк закупили под джинсы и различного рода джинсовые куртки все давно я хотел что такое иметь в изобилии но вот наконец есть магазин ничего не снимал этого добра в интернете много ну все на взаимоуважение строится как ты относишься к людям так люди относятся к тебе интересную вещь заметил я все ну есть конечно такие экземпляры которые могут свое недовольство показать но в основном как заходишь бутик и даже ничего не покупаешь доброжелательные люди и прощаются и говорят заходите будем ждать вас так далее но из такого большого изобилия магазинов дают сюда выйдем просто там трамвай на улице вдоль идет она со всех сторон магазины здесь тоже со всех сторон магазины внизу со всех сторон магазины даже ты иногда планируешь вернуться куда-то вот я хожу и фотографирую на телефон те бутики в которые хочу вернуться но вот есть четкое ощущение что сегодня я в них на сто процентов дойти уже не успею потому что еще в пути очень много каждый заходишь рассматриваешь какой-то конкретный товар и вот в начале этой улице есть тоже интересный магазин там интересные джинсы присмотрели вот может быть сегодня туда зайдем есть один казус турции магазины работают сегодня пятница магазины работают в субботу до обеда в воскресенье вообще не работает а в понедельник мы улетаем то есть получается у нас вот сегодня сейчас 16 часов почти осталось примерно 22-3 часа на то чтобы закупиться и завтра до обеда есть время и в понедельник перед самолетом потому что в субботу полня они не работают в воскресенье не работает но по крайней нам так сказали в нескольких магазинах так что может часть денег какой-то другой стране потратим ладно идем дальше а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...